Все готовы? Итак, вы помните, на прошлом занятии мы с вами обсудили, что B-дерево, такая иерархитическая структура данных, которая используется в основном для работы с диском. B-дерево — это не та структура, с помощью которой данных хранят в памяти. Она используется для того, чтобы данные хранить на диске, и мы еще определили то, что сложность работы алгоритма в случае использования B-дерево измеряется не в количестве операций, а в количестве чтений блоков с диском. Такая вот немножко нетрадиционная модель, когда у вас одно и то же количество операций, может выполняться за кардинально разное время, просто потому что ваши данные считаются нелокально. И сегодня мы с вами поговорим о том, как, собственно говоря, организовать вот эту вот многоу, двух и более уровневую работу с памятью. И рассмотрим пару интересных алгоритмов. Пример диаграммы, да, то есть вот это B-дерево. Это самая, в общем-то, популярная структура, которую используют для хранения данных на диске. Пожалуйста. Ее используют и в Орекле, в Пасгрессе, в Мускуле, в принципе, и в Тарантуле она тоже используется. Но надо сказать, что B-дерево используется не в чистом виде, потому что это уже анахронизм, используется там как минимумом B-плюс дерево, B-плюс звездочка дерева. Это мы тоже с вами на прошлом занятии обсуждали. И вот здесь, например, видно то, что при разных параметрах B-дерево, а основной параметр B-дерево – это размер блока, абсолютно кардинально получаются разные результаты. Одна и та же задача делалась на NODB, MYSUM и на PASTGRESS. Отсюда возникает вопрос, как же так? Одно и то же дерево, один и тот же алгоритм, одна и та же сложность, а результаты отличаются вот здесь больше, чем 10 раз, 15 раз. И ответ такой, что на самом деле это все дело надо настраивать. И каким-то образом подбирать параметры, размеры блоков, размеры элементов и так далее. Отсюда мы приходим к следующей проблеме. Те СУБД быстрых, их надо уметь настраивать. Нужен специалист, который их умеет настраивать, либо программист, который это будет делать. Это дорого, сложно, и никто не хочет этим заниматься. Вот опять наше B-дерево. Просто чтобы для простоты мы видим, что если на N элементов высота дерева измеряется логарифмом по основанию B, где B – это размер блока. При этом для разных данных один и тот же размер блоков не определяет вам высоту дерева. Вы можете, допустим, в блоке в 2 килобайта хранить запись по 8 байт, и вы получаете 256 записей в блоке до 256. А можете хранить записи килобайтные, и у вас в блоке получат 1 или 2 записи. Соответственно, высота дерева меняется просто на порядке легко. Поехали дальше. Если наши структуры для хранения данных такие вот разные, как мы будем выбирать? То, что мы обсуждали на прошлой лекции, задачи, опять-таки, ответы стекают из бизнеса. Из той задачи бизнесовой, которую мы решаем, что мы хотим, какая у нас нагрузка, какие у нас объемы, какие у нас требования и так далее. Вот здесь расписаны 5 основных параметров, которые можно использовать для оценки качества того или иного подхода для хранения и обработки наших с вами данных. Но первое, это, в принципе, там то железо, на котором мы работаем. У нас могут быть разные процессоры, разное количество ядер, разные объемы кэшей, разные объемы памяти, разные диски и так далее. Все это влияет. Если у нас машина, допустим, у нее терабайт оперативной памяти, нам, в принципе, не нужно ни о чем думать. Мы просто данные бахаем в память, да, и там прекрасно работает. Если, допустим, у нас там 10 гигабайт памяти, а хранить нужно 100 гигабайт, начинаются вопросы, какие у нас диски, SSD, не SSD, пожалуйста, там и так далее. То есть, может быть, у нас есть флеш-диски, может быть, у нас есть что-то типа интеловских флеш-накопителей огромных и так далее. Следующий, второй параметр, это то, сколько данных мы читаем и пишем в процентах. Могут быть абсолютно разные вещи. Вот представьте себе, что мы с вами занимаемся тем, что пишем веб-сайт, у нас есть лента. Скажем, вы написали один комментарий, да, и прочитали его 10 тысяч человек. То есть, у нас отношение чтения записи 1 к 10 тысячам. Значит, такая база что должна делать? Она должна вам быстро выдавать данные. Да, она может чуть-чуть подтормозить при записи, там 1 секунду, да, но показать она должна за микросекунды. То есть, если вы открываете ленту, да, на социальной сети, она открывается больше 5 секунд, этот чек просто социальной сети удалится. Он там не будет, ему будет неудобно, ему не понравится. То же касается магазина, да, вы один раз наполняете товар, его покупает 100 тысяч человек. То есть, мы можем позволить администратору магазина потратить 10 минут на добавление одного товара, да, но мы не можем позволить нашему потенциальному покупателю потратить больше 30 секунд на то, чтобы открыть страницу товара. Даже, в принципе, 2-3 секунды уже влияют на то, как человек воспринимает наш сайт, тормозит, не тормозит. Если тормозит сайт большого известного магазина, то это вызывает подозрения. Как же так? Магазин не может сделать так, чтобы его сайт работал. Есть обратная ситуация, когда у нас очень много записей и практически нет чтений. Предположим, банк. Мы все знаем, что у нас сейчас банки занимаются финансовым мониторингом. В двух словах, когда банк ведет какие-то подозрительные действия, он поднимает историю по операциям какого-то человека, анализирует и решает, мошенник он не мошенник, уклоняется, многих не уклоняется. Но суть в том, что банк ежесекундно проводит десятки тысяч операций по картам, платежи и так далее. А реальные вопросы возникают 0-0-0-1% от клиентов. В этом случае банковские механизмы должны максимально оперативно ваши данные записывать, хранить их, обрабатывать. Но при этом он может себе позволить потратить 1, 2, 3, 4, 5, 10 минут на какую-то аналитику. Более общий пример. Представим себе, у нас есть огромный сотовый оператор, который обрабатывает огромное количество звонков. Или ритейлер, у которого миллионы продаж в месяц. И после этого возникает вопрос, скажем, бизнеса, а в каком отделе мы продали больше всего, допустим, горбуши или горошка зеленого. Приходят аналитики, начинают считать, каким образом провести маркетинговую компанию так, чтобы потратить меньше денег и получить как можно больше новых клиентов. И аналитик может потратить день, 2, 3, 4, 5 на работу. И при этом ему по большому счету скорость не важна. Он сидит час, режет, чешет репу. Выбрал данные за 5 минут, еще час чешет репу. Думает. Ну такая вот работа аналитика. Data mining, если кто-то из вас захочет этим заниматься. На самом деле очень высокооплачиваемая область. С небольшим количеством специалистов, но она есть. Третий параметр. Доступ к данным может быть разным. Ну вот смотрите, опять вернемся к избитой теме интернет-магазин. У него есть товары, которые появились в продаже, например, год назад и новинки. Вот, скажем, буквально недавно, ну может года два, наступили все эти спиннеры. Каждый интернет-магазин продавал эти спиннеры. Все хотели эти спиннеры. То есть и там 90% заходов на сайт касалось вот этой тематики. Тогда как 80% остальных данных магазин не затрагивался никак. Вот, пожалуйста, вам один паттерн. Либо другой паттерн. Магазин полностью завез новую коллекцию одежды. И она вся пользуется популярностью. Данные запрашиваются все. Сразу. Или, скажем, если в первом случае мы с вами можем, допустим, горячие данные поместить в одно место, да, холодное в другое, да, то во втором случае у нас такой возможности нет, потому что все данные одинаково востребованы. Или, например, социальная сеть, наша лента, да, у нас голова ленты очень востребована, она обновляется, читается, хвост ленты практически не востребован, потому что никто не мотает эти стены, да, в поисках там комментария, написанного года два назад, и даже, в принципе, месяц назад уже никому не интересно. Третье. Вот здесь на английском написано, что такое скорость ingestion. Это та скорость, с которой наша система потребляет данные. То есть, кроме задержки, принятия каждого конкретного пакета, да, запроса, у нас есть время, которое, в принципе, средний бендвич. Ну, предположим, наша система загружает данные раз в час, да, она может давать огромный просто поток данных, там, терабайты в минуту, в сутки, да, но при этом средняя задержка загрузки данных у него, допустим, от одной секунды, если мы попали прямо под самую загрузку, до одного часа, если мы задобавили данные после того, как предыдущий пакет был загружен, да, это скорость потребления системой данных. Это важно. Иногда мы можем себе это позволить, иногда нет. Второй аспект — скорость запроса, да. Иногда система должна максимально быстро отвечать на все наши запросы, да, при этом мы можем себе позволить тормозить загрузкой. И третий параметр — это свежесть даты. Ну, вот, скажем, ситуация с анализом, да, вот у нас есть ритейлер. В принципе, аналитику все равно, да, загружены данные за последний день или нет, да, потому что он смотрит результаты за последние, там, два месяца, за последние полгода. Есть такая тематика хранения данных, хранилища, data warehouse. То есть, когда берется огромное хранилище, оно, в принципе, данные не обновляет, только добавляет, да. И мы можем в таких системах иметь задержку, там, день, два, три — это нормально. Очень часто, скажем, аналитические запросы, да, BI-системы, которые используются для аналитики, да, обновляют свои данные раз в месяц, это нормально. И вот это вот ограничение, да, то, что мы можем позволить данные видеть запаздыванием, позволяет нам система тем или иным образом модернизировать. То есть, если мы позволяем себе данные заграть раз в месяц, значит, мы можем достаточно большое время потратить на то, чтобы данные перестроить таким образом, чтобы они максимально быстро читались. Ну, к примеру. Поехали дальше. Вот то, что мы тоже затрагивали на предыдущей лекции. Это стандартная иерархия памяти, да, которая, в принципе, в современных языках высокого уровня используется. На верхнем уровне мы имеем процессор, под ним некая рам, оперативная память, да, под ним диск. Мы считаем, что вот это считает, это хранит данные быстро, это хранит данные медленно, но зато оно очень большое. На самом деле это не совсем верно, да, если мы… Диск энергонезависимый. Что? Да, диск энергонезависимый. Да, на самом деле это не совсем верно, потому что это очень грубое приближение, которое не даст нам писать по-настоящему фиктивный код. Вот посмотрим более адекватная картина. На верхнем уровне, то, что касается хранения, memory диска, на верхнем уровне мы имеем регистры процессора с характерными задержками, кэши, здесь можно, в принципе, еще и три нарисовать, но, скажем так, что не на всех процессорах он есть. Главная память, SSD, оптические диски, ну, я думаю, что с магнитными лентами из вас уже никто, наверное, не встречался. Ну, хотя слышали, да, то есть это одно время было очень популярно, но они больше использовались для хранения там резервных копий. Это очень дешево, очень эффективно, очень было круто и реально подобрано под задачу, да, то есть вы сделали бэкап, записали на ленту, ленту отложили. Вам нужна лента, вы ленту засунули, проиграли, у вас бэкап раскрылся, да, ваш сервис готов, там не нужен рандом аксесс. И из этой структуры мы видим, как сильно нарастает время задержки, да, вот, допустим, если здесь одна наносекунду, здесь три, здесь уже 25, здесь уже миллисекунды пошли. И следующий момент возникает в том, как мы получаем данные. Вот у нас есть где-то наверху, здесь находится процессор, да, как он работает. Он последовательно будет проходить все этажи этой пирамиды. И все вот эти задержки будут складываться. И при этом надо сказать то, что, собственно, цену работы с памятью мы поделим на две части. Это, а, цена доступа и цена получения. Цена получения очень высока, потому что, там, 13 гигабит в секунду, это очень много, да, когда вы скачиваете 8 байт, это быстрее, чем цикл процессора, да. Но вот цена доступа, цена именно прохода по всем этим ячейкам, да, для того, чтобы добиться, там, допустим, тех же, вот, 90 наносекунд, это, там, 200-300 циклов процессора, это очень много. Вопрос возникает в том, как нам это оптимизировать. Еще важный момент, тоже железячный, да, которым, в принципе, как бы не изучают его, то, что процессор, если вы запросили один байт, да, процессор скачивает не один байт, он скачивает минимум 64. И представим себе то, что вы делаете доступ первому байту, 65-му, 129-му и так далее, да, это все равно, что вы скачаете все байты от первого до последнего. Отсюда возникает вопрос, да, как вот эту вот особенность использовать, что мы должны, как мы должны писать наши структуры данных и алгоритмы, да, чтобы при том же самом аналитической сложности, да, получать в разы больше производительность на порядке. Возникает идея дат структур, которые, в принципе, вот это все умеет учитывать, да, и при этом работают одинаково хорошо, независимо от того, какие у вас, допустим, объемы здесь, 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 здесь и так далее. В принципе, нет большой разницы между, допустим, памятью и фиксированным диском, да, если они, ну, скажем, просто они отличаются объемами, цифрами. Качественной разницы нет, а только количественной. Вот есть такая характеристика алгоритмов, да, которые, конечно, обливиус, да, которые, в принципе, не зависят от той структуры, которая находится под ним. Потому что мы не можем, например, написать алгоритм, да, который будет каждый раз проверять железо, да, тем более, что он может быть оторван от железа, потому что, понятно, в виртуальных машинах, еще где-то. Поэтому вот есть такой класс алгоритмов, мы их сегодня рассмотрим. Вот стоимостная модель, да, вот, смотрите, у нас есть процессор, да, есть кэш. Вот у кэша есть линии. Одна линия — это 64 байта. Это, в принципе, то, что сейчас используют Intel, AMD и, в принципе, практически все остальные производители процессоров. Это как бы устоявшаяся такая величина, на нем можно рассчитывать — 64 байта. Вот у процессора есть кэш-линии. Количество кэш-линии прилетало в высоту. Если мы длину линии умножим на высоту, да, мы получим объем нашего кэша. И эта структура, она как бы много раз повторяется. Это и L1, и L2, и L3 до тех пор, пока мы не дойдем до main memory. Как работает процессор с памятью? Ему приходит запрос. Он сначала заходит в самый первый кэш. Ищет, есть ли там та область данных, которая нам требуется. Если есть, все хорошо. Он работает с ней. Если нет, происходит то, что называется кэш-мисс. Промах по кэшу. Он идет, конечно, к следующему уровню, находит там эту необходимую ему линию и загружает ее к себе. И после этого он может с ней работать. Вот это время захода, да, как раз определяет стоимость. Стоимость те задержки, которые мы поимеем в процессе работы. Если, например, мы изменяем память, да, модифицируем что-то, действует то же самое. Мы не пишем сразу напрямую в память. Мы, если данные уже в кэше, да, мы меняем запись только в кэше и помечаем данную строчку, что она модифицирована, да. Рано или поздно процессор эту кэш-линию выгружает обратно в память. То есть, смотрите, вы можете подряд записать 64 байта, да, и наш процессор сделает реально всего лишь две операции. Он загрузит 64 байта из памяти, поменяет их у себя очень-очень быстро в кэше L1 и прогрузит их обратно в RAM, да. То есть, группировав операции в некую последовательность, близкую, вы реально сэкономите в 32 раза свое время. Понятно почему, как это происходит? Кому непонятно? Ну, смотрите, мы меняем один байт, да, первый байт. Вот что происходит? Происходит кэш-мисс, да, вы загрузили, одна загрузка из памяти отсюда, да, потом поменяли, наверное, даже в 64 раза, все верно. Ну, это если мы по одному байту. Если мы меняем, скажем, по 8 байт, да, то 8 байт раз. То есть, вместо 8 загрузок данных вы сделаете одну. Отсюда вытекает условие, что все наши оптимизированные операции должны быть в свойстве локальности. То есть, те данные, которые мы обрабатываем в близкие промежутки времени, да, должны располагаться близко друг к другу. Еще то, что нужно иметь в виду. Смотрите, у нас кэш-линий много, да. Мы считаем, что наши кэши высокие. Ну, скажем, 64 байта – это длина кэш-линии, да, типовой размер L1, это у нас 32 килобайта. Значит, получается, что у нас туда влезает 16 на 32, 512 кэш-линий. То есть, одновременно процессор может работать с 512 блоками по 64 байта, да. Это значит, что вы можете, в принципе, работать сразу с несколькими регионами памяти. Это на самом деле очень хорошо, да. Что это нам дает? Это то, что мы можем нашу обработку распараллелить. Правильно, у нас получается, что у нас один трет работает с одними кэш-линиями, второй с другими, третий с третьим, четвертый с четвертым и так далее. Мы это повлиять на самом деле не можем, да, но мы считаем, что наш процессор достаточно умный, чтобы все это разрулить как-то самостоятельно. Поехали дальше. Ну, вот это стоимостная модель, да. То есть, в принципе, цена нашего алгоритма, если он работает только с памятью, исчисляется количеством промахов. Сколько раз он промахнется мимо кэша? Если, скажем, у вас все ваши данные уменьшаются в L1, да, оно все будет работать быстро. Если нет, значит, это будет работать медленно, да. Если ваши данные уменьшаются в L3, это будет совсем катастрофа. И чем реже они туда будут умещаться, да, чем чаще вы будете подгружать новые данные, тем хуже вы будете работать. Хотя, казалось бы, алгоритм может быть прекрасным, да, иметь отличную стоимость, там, линейную, да, но он будет работать хуже, чем алгоритм с логарифмической стоимостью. Просто потому что алгоритм с логарифмической стоимостью будет оптимизирован под работу с тем железом, да, на котором он выполняется. Вот такой вот парадокс. Пошли дальше. Вот, например, все знают, что такое транспонирование матрицы? Кто не знает? Транспонирование матрицы. Ну вот, задача в чем? У нас есть, допустим, ну пусть будет квадратная матрица, да, нам нужно ее развернуть. Вот смотрите, у нас есть матрица на входе, да, матрица на выходе. Как мы можем матрицу хранить в памяти? Ну, на си, как бы мы это стали делать на си? Массив массивов, да, например. Либо один большой массив, да, в котором элементы вот таким образом пронумерованы. То есть первая строчка, вторая строчка, третья строчка, четвертая строчка, пятая строчка. Лучше тогда массив массивов, чтобы механизм не продать. Можно как массив массивов, да, но сейчас мы увидим, почему это не очень хорошо. Ну, во-первых, чисто так, то есть, допустим, что ты создаешь массив из миллиона элементов, да, у тебя будет миллион массивов. Их нужно все залацировать, потом все освободить, потом, если ты матрицу меняешь размерами, да, ты не можешь просто взять и реалог сделать, да. Ну, то есть это как бы рабочий вариант, но не идеальный. И в чем проблема? То есть, смотрите, если мы берем элемент номер 57, всем видно, да? Куда мы должны его поместить? Сюда, да? Данные нелокально, причем сильно нелокально. Ладно, берем 58, да? Он вроде бы рядом с 57. Мы должны поставить его вот сюда. То есть минимальное расстояние между этими двумя элементами составляет длину линии. А если в линии у нас, допустим, тысяча элементов, данные сильно нелокально. Пошли дальше. Третий элемент, 59, переезжает сюда. То есть, видите, проходя даже, вот если мы будем читать локальные данные, последовательно, это очень быстро, то здесь мы, у нас не получается последовательно здесь. Это первая проблема. Вторая проблема. Представим себе, что у нас, мы такие умные, мы написали многопоточный алгоритм. Мы читаем одновременно вот эту линию и вот эту линию, да, на двух потоках, в двух ядрах. Понятно, да? Они будут записаны одна вот сюда, вторая вот во второй столбец. Что здесь будет проблема, кто знает? Предположите. Смотрите, проблема в общем, у нас два ядра работают, да? Каждое ядро имеет свой или один? Вот, смотрите, да, вот кэш линии. Вот эти две, вот, и получится так, что два ядра захотят работать с одной и той же линией. Она у них не локальна. Они не смогут это делать одновременно. Сначала у нас первое ядро возьмет эту линию к себе в L1, да? Поменяет ее. Второе ядро захочет тоже поменять. Между ядрами включится механизм синхронизации. Первое ядро эту линию выгрузит, второе загрузит, поменяет. И под цепочками пойдем дальше, да? И мы с вами упремся реально в скорость прокачки данных между ядрами. Она может быть, она явно выше, чем скорость между ядром и L1, да? То есть мы в лучшем случае с вами упремся в L3. А бывает, что L3 нет. Бывает, что мы будем работать напрямую с памяти. И мы с вами, насоздав кучу потоков, увидим, что лучше-то не стало. Что можно сделать, чтобы это решить? А давайте мы с вами нашу матрицу разобьем на 4 части. Пополам-пополам. Так? Мы можем вот эту часть транспланировать отдельно. И эту можем, да? Сами по себе. А теперь смотрите, мы можем брать вот эту часть, да? Через по 4 элемента, да? И отгружать вот сюда. Тоже транспланируем. У нас с вами сразу увеличилась локальность данных. Но пусть наша матрица с вами очень большая. Допустим, 8192 элемента на 8192 элемента, да? Но мы же с вами тоже как бы непростые люди, мы разобьем ее еще раз. И каждый раз, да, вот каждый поток у нас будет работать с двумя маленькими регионами данных. Вот, например, первый поток будет брать, читать отсюда, писать вот сюда, да? И реально будет использовать всего лишь 2 кэш-линии здесь, 2 кэш-линии здесь. 512 кэш-линий поделить на 8, на 4. Это получается 128 потоков. Мы с вами можем параллельно обрабатывать нашу матрицу. Понятно, да, принцип, подход, для чего это нужно? Кому непонятно? Пояснить что-то? Вопрос сразу возникает. До какого предела нам нужно делить матрицу, да? И тут мы с вами переходим от алгоритма кэш-авэр, да, то есть, который учитывает кэш. Ну, в принципе, потому что как бы он увеличит локальность данных. Кэш-оббиус. Для этого мы используем всего лишь 2 величины, 2 допущения. Первое допущение, что кэш достаточно высокий, то есть, его объем гораздо больше, чем длина его кэш-линии, да, ну, скажем, 64 байта кэш-линия, да, 512 элементов в кэше. И второе, мы с вами используем константу 64. 64 байта — это очень хорошая величина. Большинство современных процессоров, да, работают именно с таким объемом загрузки данных. 64 байта. То есть, если мы с вами имеем матрицу интов, да, 4-байтных, сколько мы с вами будем элементов за раз обрабатывать? Ну, 16. 4 на 4 очень удобно. И применение такого подхода сделает наш алгоритм кэш-обливиус. То есть, ему все равно, какой у вас стоит кэш, сколько кэшей, да. Вот, скажем, первое разделение, да, даст вам эффективно использовать L3, да, ну, предположим, что вот этот вот блочок войдет в L3. Второе разделение и третье разделение, допустим, впишутся вам в L2, да, а восьмое разделение впишет вас в L1. И каждая загрузка у вас будет идти вот такими пакетами. Понятно, как мы вписываем с вами структуру кэшей? То есть, смотрите, мы с вами объем задачи делим каждый раз в 4 раза, да, потому что 2 на 2. Мы получаем с вами сколько-то итераций. И давайте, допустим, смотрите, у нас с вами есть объем 1 гигабайт. Это наша матра. Сколько мы хотим работать? Она не вписывается никуда, не в один кэш. Дальше мы разбили работу на 4 части. Мы получили 256 гигабайт, да? Плохо. Еще на 4 части. 64. Еще на 4 части 16. Ну, давайте считать это не гигабайты, а мегабайты. Один, сейчас, секунду. Один гигабайт. Один гигабайт, все, правильно, здесь мегабайты. Еще на 4, 4 мегабайта, да? Еще на 4, один мегабайт. Еще на 4, это будет 256 килобайт. Так? Еще на 4, получается 64 килобайта. Вот смотрите. Много, много, много. Но это уже уровень L3. То есть вот эти загрузки по 16 мегабайт, которые мы будем выбирать, и с которыми вот этот блок данных, с которым мы сейчас работаем, да, дает нам эффективное использование L3. Это 1 мегабайт. L2. Это уже L1. Да? А когда мы опускаемся с вами, допустим, до 64 байт, это вписывается уже в Registers. А, то есть процессор у тебя меняет местами регистра, что происходит мгновенно с точки зрения циклов выполнения. За один такт, да. То есть он вам транспонирует эту микроматрицу, да, из 4 на 4 элемента за один такт. Ну, за два такта. Это не принципиально. То есть смотрите, принципиально мы можем любой из элементов, скажем, L3, из этой схемы исключить. Да? Но все равно наш алгоритм, все железо, которое он имеет использовать, заиспользует. И это будет хорошо и для нас выгодно. И пока я не забыл, я бы хотел, чтобы в качестве первой домашней работы, да, вы бы попробовали сделать транспонирование матрицы. Просто без вот этих вот фокусов, да, с этими фокусами. И просто посмотрели для себя, руками попробовали, как же, каким образом локальность данных реально влияет на время работы. Возьмите, допустим, гигабайтный массив и транспонируйте его. И просто покажите время, да, какое у вас получилось, скажем, в лоб, допустим, в 1, 2, 4 потока, да, и таким способом в 1, 2, 4 потока. То есть не требуется это сделать до пятницы, просто, может, там, через одно, через два занятия. Но это как бы больше нужно для вас, чтобы вы сами убедились, что на самом деле это работает. И как это работает? То есть я не буду это проверять, да, каким-то образом вас драконить, там, спрашивать, двойки ставить. Это ни к чему. Просто хочу, чтобы, хотелось бы, чтобы вы сами увидели, что да, это не ерунда, что это на самом деле так и есть. Поехали дальше. Другой пример. Блочное перемножение матриц. Все знают, как матрицы перемножаются. Кто не забыл? Кто забыл? Все помнят, да? То есть что предусмотрит простой алгоритм? Когда мы идем по строке, здесь идем по столбцу, да, результаты складываем. Все жутко нелокально. То есть проход по столбцу нелокален. Заход в одно и то же, ну, здесь еще более-менее. Но здесь на самом деле немножко неправильно показано. А11, А12 это тоже матрицы. Вы можете взять матрицу, побить ее на четыре части, перемножить между собой, четыре части сложить, да? Можете побить не на четыре части, а на 16 частей. Это тоже прекрасно параллелиться. Кто не хочет транспонировать, можете сделать умножение. Кому что нравится, да? Никому не нравится домашняя работа, но оно одинаково будет хорошо, и то и другое. Ну, так, поехали дальше. Понятно, почему, как это будет работать, если мы захотим нашу работу делить на блоки. Правильно? Не нужно объяснять. Теперь смотрите дальше. Сейчас мы приходим к несколько более приземленным вещам. LSM дерево. Log Structured Merge. Кто знает, что это такое? Смотрите, это такая структура данных. Она рассчитана, если исходить из требований к алгоритму, на то, что мы будем очень много писать. При этом мы будем читать, и большая часть чтения относится к последним данным. Ну, лента в социальных сетях, да? К примеру. История чего-нибудь там. То есть, люди, в принципе, данные имеют тенденцию к устареванию. Как оно устроено? Сама по себе дерево было опубликовано компанией Google в 99-м году в рамках продукта LevelDB. Они такую для себя штуку замутили, да, опубликовали в публичный доступ. Оно существовало и до этого в том или ином виде, но формализовано оно не было. Как оно работает? Смотрите, само по себе дерево исходит из того, что объем хранимых данных намного больше, чем объем оперативной памяти. В принципе, типовое соотношение 1 к 1000. То есть, на 1 мегабайт оперативной памяти вы имеете 1 гигабайт диска. Ну, плюс-минус, там может быть 500 или 2000. Мы не будем рассматривать какие-нибудь там шкафы, да, в которые вставляется куча-куча дисков. Но типовое соотношение 1 к 1000. И задача сводится к тому, что есть данные, которые нужно читать. Эти данные, как правило, данные свежие, свежедобавленные, да, что чтение будет гораздо меньше, чем записи. Ну, к примеру, лог. У вас есть веб-сайт, вы ведете на нем лог авторизации, да, или, допустим, какой-то аудит-лог, да, с той целью, чтобы понять, кто вас подломил. То есть, смотрите, что происходит. Вы пишете все обращения к своему сайту куда-то на диск, да, они вам по большому счету не нужны. Потом вам приходят, а, нас взломали, у нас вирус на сайте, да, что делает инженер? Он берет там историю за последний месяц, там или за последнюю неделю, смотрит, кто к вам заходил, да, кто какие действия делал. Отличный пример, да, то есть много записи, мало чтения, читаем последние данные, как правило. Понятная задача, да? В принципе, объем задач, который вот это вот покрывает структура. Как устроено ЛСН-дерево? ЛСН-дерево — это классическая двухуровневая структура. Первый уровень — это оперативная память, memory. Память устроена таким образом. Она, во-первых, изменяемая, ее можно менять. Она принимает в себя все операции по изменению. То есть в качестве носителя в этой памяти может быть выбрана любая структура, которая вам нравится. Хотите хэш, хотите Б-дерево, хотите бинарное дерево, АВЛ, все, что вам угодно. Главное, что эта структура может изменяться. В принципе, у Б-дерева есть две основных методы интерфейса. Положить значение, получить значение по ключу. Ну, как положить, допустим, хэш значение по ключу, всем понятно, да? Нужно рассказывать. Такая банальщина. Или там обычное бинарное дерево. Что происходит? Дальше ваше бинарное дерево начинает расти. У него добавляете, добавляете, добавляете новые значения. Снова, снова. Дерево растет, растет, растет. В какой-то момент времени вы не вписываетесь в оперативную память. Что делать? Тогда в это дерево берем, не дерево, в принципе, то, что хранится в памяти, неважно, каким образом. И складываем в отсортированную структуру на диск. Давайте я заодно нарисую. Предположим, что у нас 1 гигабайт оперативной памяти. Ну, такой. Компьютер 2000-х годов хороший. И 1 терабайт дисков. Мы выделяем 1 гигабайт под входящие данные. Они к нам приходят, приходят, приходят. Мемори. Записали, да? Если данные удаляются, то объем памяти уменьшается. Если данные прибавляются, если данные перезаписываются, то объем не меняется. Если данные добавляются, то дерево растет. Ну, дерево, хэш, что-то. Блок памяти растет. Что происходит дальше? Он дорос до того лимита, который вы ему задали. Это дерево уходит на диск. В некий отсортированный блок. Записывается на диск. Записали. Как нам теперь, допустим, получить значение, да, которое мы хотим найти? Мы с вами должны будем почитать данные в памяти, да? Если мы там не нашли ключ, мы идем на диск. Смотрите, в чем здесь принцип. Очевидно, что здесь данные более молодые, более новые. Понятно? Почему? Здесь данные старые. Так? Если здесь есть команда ключ равно БЛЮ, то здесь искать смысла нет. Потому что вот эта операция перезатерла все, что было здесь. Если бы они здесь были. Напишем сюда В2. В1, да? Если мы хотим получить значение по ключу К, нам достаточно найти вот это. Второй аспект здесь происходит. Если мы удаляем значения отсюда, мы их физически не удаляем. Представьте себе, здесь мы пишем К равно В1, здесь пишем удалить К. Если мы это реально отсюда удалим, что произойдет при поиске значения К? Вот, представьте себе, мы записали вот это, а потом такую команду ввели. Что будет, если мы это удалим? Что нам скажет операция «Дай мне значение К»? Надо свой один. Мы не найдем значение здесь. Пойдем на диск, найдем вот это. Да? Поэтому так не делается. Вместо этого пишется некий тампстон. Некая специальная марка, которая говорит о том, что значение удалено. То есть, если мы находим вот такое, мы говорим, что значение удалено, и не идем искать сюда. Теперь идем дальше. Данных становится опять много, опять они не помещаются. Что мы будем делать? Мы берем опять эту память, превращаем ее в отсортированный блок. Так? Мы имеем два отсортированных блока. И теперь, на прошлой лекции мы с вами обсуждали, как мерзь сор. Помните? Мы просто эти два блока мерзем. В тот же отсортированный блок. Мерзется он за O от N. Просто линейный проход здесь, линейный проход здесь. Если здесь у нас мы имеем объем M и M, то вот этот будет гарантированно меньше, чем 2M. Надо объяснять почему. Смотрите, здесь написано K1 равно V1, здесь K1, KDL. DL, да? Только одно значение останется. И, в принципе, здесь уже можно даже его не писать. Потому что ниже этого уровня мы уже никуда не дойдем. То есть, представьте себе, если вы в идеале, если вы здесь и здесь одинаковые значения записали, то у вас, в принципе, только один блок останется, того же размера, который был. Понятно, почему этот блок будет меньше, чем 2M? Просто потому, что совпадают ключи. И, в принципе, история показывает, что в типовых задачах совпадает большая часть ключей. На самом деле мы достигаем высокой степени как бы сжатия. Данные не растрачены. Теперь смотрите, что происходит дальше. Пришел третий блок, четвертый блок, пятый блок, шестой блок, да? Они все добавляются вот сюда. В какой-то момент времени, здесь тоже M, ну как бы блоки, мы на этом уровне будем иметь, допустим, L1. Сильно больше M. Ну, то есть, мы в этот файлик, скажем, мы пишем блоками по одному гигабайт, здесь получили 100-гигабайтный файл. К чему это приведет? Самое прямо плохое, что приходит в голову. Очевидно. К чему? Сколько данных мы запишем фактически на диске при записи одного блока? Вот мы на диск забираем один блок размером 1 гигабайт, здесь мы имеем файл 100 гигабайт. Что мы с вами получим в итоге? Объем чтения, объем записи на диске. Нам придется весь блок прочитать и записать весь 101 гигабайт на диск. Очень плохо. Поэтому мы с вами можем сделать, добавить в эту систему еще один уровень. Третий. Так? И как только, допустим, уровень L1 достигает, ну, к примеру, 10M, да? Просто перебрасывать его на уровень ниже. Да? Понятно, да, как это работает? То есть, смотрите, что? Почему? Мы можем с вами еще, еще, еще уровни наделать. Ну, то есть, смотрите, если первый уровень в памяти мы храним 1 гигабайт, на втором уровне мы с вами храним 10 гигабайт, на третьем уровне мы с вами храним 100 гигабайт, на четвертом уровне мы будем хранить уже 1 терабайт, да? Больше данных мы с вами не планируем, потому что у нас диск всего лишь 1 терабайт. Четырех уровней вам будет достаточно. Что плохо в этом подходе? Плохо в нем то, что, смотрите, вы, когда пишем в память, это происходит очень быстро, да? И наша система показывает высокую производительность. Вот, кстати, вот это вот по поводу удаления, да? Я уже рассказал, как мы удаляем. Потому что мы просто ставим маркер о том, что мы данные удалены. И физически удалить данные мы можем только на самом последнем уровне, потому что глубже него уже ничего нет. Понятно, да? То есть, смотрите, если мы здесь удалили, то это удаление дойдет досюда, досюда, и только здесь мы сможем его исключить окончательно. Понятно, почему удаление доходит до последнего уровня? Понятно? Понятно, почему его можно уже не писать на последнем уровне? Потому что после последнего уровня, если мы ничего не нашли, глубже идти некуда. Так, я какой-то делал. А, вот она. Какие здесь… Сейчас я к проблемам LSM-дерева, мы еще вернемся. Вот смотрите, что такое bloom-фильтр? Смотрите, в чем проблема. Когда мы здесь ничего не нашли, идем с вами глубже, да? Как мы будем здесь искать? У нас здесь записаны отсортированные наши данные по ключу. Как можно искать? Нет, данные на диске. Мы должны прочитать. Ну, мы их можем прочитать, даже если их можем прочитать. Вот смотрите, у нас файл на диске размером 100 гигабайт. Вы в нем ищете некий конкретный ключ. Как вы бы стали искать? Причем весь файл вы в память прочитать не можете, просто потому что файл 100 гигабайт, память 1 гигабайт. Как бы вы стали искать? Даже просто, видите, у нас отсортированный массив. Как в нем найти значение в отсортированном массиве? Бинарным происком. Прекрасно. Теперь смотрите, у нас файл размером 100 гигабайт. Размер блока, который мы можем прочитать с диска. Сколько нужно раз прочитать файл размером 100 гигабайт, чтобы найти в нем одно значение? Если блок, который мы можем прочитать, 1 мегабайт. Ну, среднеамортизированный, давайте посчитаем с вами. Сколько у нас в файле, допустим, блоков в 100 гигабайтном файле? У нас 100 гигабайт файл, блок 1 мегабайт. 10 тысяч блоков. Значит, количество операций чтений у нас с вами логарифма 10 тысяч по основанию 2. Это 13. 13 примерно, да, это много. 13 чтений из диска, они не последовательны, не рандомным доступом, это много и плохо. Поэтому возникает вопрос, как же нам так, может ли нам как-нибудь так поступить, чтобы данные из диска не читать, если они там есть? Чтобы диск не трогать, если данных там, точнее, как бы нам так не читать диск, если данных там нет? А для этого придумана такая структура, которая называется Bloom Filter. Смотрите, что он из себя представляет. Это достаточно большого размера массив, который воспринимается как некая битовая маска. Что такое битовая маска все знают, я надеюсь. Ну, просто битики 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, так? Дальше мы с вами выбираем некий набор хэш-функций. Только хэш-функции все знают? Ну, то есть, когда у нас есть некий, допустим, ключ, да, мы этот ключ загоняем в функцию, получаем большое число. И это число мы с вами отображаем на размер массива. Ну, можно, допустим, по модулю брать, если вы хотите, да, допустим, у нас размер массива 1024, вы получили число 63, значит, это 63. Если у вас массив 1024, вы получили 1030, то это 6. Ну, просто как операция по модулю. Вы считаете каждую из выбранных вами хэш-функций для ключа и зажигаете соответствующий бит в массиве. Ну, вот, допустим, x, y, z, да, вот мы с вами получили. Для одного ключа, вот он 3 бита зажег. То есть, каждое значение зажгло, допустим, по 3 бита или по 4 бита. Так? Теперь мы с вами ищем некий ключ, да, как нам с вами определить, может ли данный ключ содержаться в Blume-фильтре. Мы посчитаем те же самые хэш-функции для этого ключа, да, и проверим, равны ли соответствующие биты единички. Вот, посмотрите, да, для W, да, первая хэш-функция дала совпадение, вторая дала, смотрите, нет. О чем это говорит? Потому что это значение точно не содержится в Blume-фильтре. Видите, как просто, да? То есть, смотрите, о чем эта структура говорит? О том, что иногда мы с вами можем так попасть неудачно, да, что для ключа, которого у нас нет, мы получим все единички. Мы подумаем, что ключ там может быть. Но если ключа там, ну, если мы хотя бы получили один неудовлетворительный результат, то получить информацию о том, то есть, смотрите, невозможно получить ложный отрицательный результат. То есть, если вам говорят, что ключа нет, а он там есть, это невозможно, да? Вы можете только ошибиться в том, что если ключа там нет, а вам сказали, что он есть, да, ну, вы пойдете на диск, поищите, ничего не найдете. На самом деле ничего страшного не произойдет. В принципе, практика показывает то, что Blume-фильтр можно настроить таким образом, что он будет вам давать 99% правильных попаданий. Только 1% операций, да, будет уходить реально на диск тогда, когда он не нужен. Blume-фильтр размещается в оперативной памяти, к нему очень простой доступ, да, и есть, в принципе, механизмы, которые позволят вам выбрать те или иные хэш-функции, да, особо не взмудряясь. Очень удобно, просто, и это реально используется. Это называется Blume-фильтр. На предыдущей части я сказал про LevelDB, да, это первая СУБД, которая была опубликована с документацией, которая использовала вот этот вот манифест log-structured merge. Как она устроена? Чем, допустим, LevelDB отличается от классического чистого LSM? Вот, если мы посмотрим, первое, что бросается в глаза, на каждом уровне много файлов, не один, да, как у нас был. Чем это обусловлено? Вот, смотрите, у современного жесткого диска, да, будь то SSD, либо даже если это диск, особенно если это диск с блином, типовой объем блока для эффективной передачи 1 мегабайт. То есть, имеется в виду, что нет большой разницы, читаете вы 1 байт с диска, 10 байт, 100 байт, либо 1 мегабайт. Потому что скорость поиска данных, скорость доступа съедает все время. Когда мы получаем читать блоками по 1 мегабайту, мы с вами видим, что наша скорость примерно становится линейно зависимой от объема данных. То есть, время чтения 1 мегабайта в 10 раз меньше, чем время чтения 10 мегабайт. Если мы читаем диск, это просто, к примеру. А теперь смотрите, у классического LSM-дерева какая основная проблема? То, что при опускании данных из одного уровня в другой происходит многократное превышение объема записи. То есть, если мы с вами опускаем 1 гигабайт, да, то уровнем ниже мы с вами можем прочитать, записать 10 гигабайт. Ну, просто потому что отношение мы выбрали 1 к 10, допустим. Да, может быть, соотношение 1 к 100 и получить еще более катастрофическую цифру. Каким образом эту ситуацию мы с вами можем разрешить? Ну, очевидный ответ, который пришел в голову инженером из Google, то, что мы можем с вами перемерживать, переменять не все данные на следующем уровне. И что мы с вами получаем? Они разбили каждый уровень на блоки фиксированного размера. То есть, в LevelDB конкретно нулевой уровень диска был размером 1 мегабайт. Также у них отличается по сложности уровень данных, памяти, оперативной памяти. Они его разбили на две части, примерно равного размера. А в чем разница? Вот смотрите, мы с вами пишем данные в классическом LSM-дереве в память. Пришло время эти данные сбросить на диск. Да? Мы с вами можем в то же самое время эти данные в памяти менять, когда мы их сбрасываем? Нет, потому что мы с вами получим кашу. Да? То есть, мы какие-то данные изменили. То есть, мы, скажем, какой-то ключ уже сбросили на диск, да, а потом приходит на него change. Мы с этим change что должны сделать? Мы не можем его записать, так как наш блок уже отсортирован, мы не можем куда-то вставить, да? А память у нас уже кончилась. И тогда классическом LSM-дереве замрет в такие моменты времени. Для того, чтобы из этой ситуации сбежать, в LevelDB применяется классический подход с бэк-буфером. Война буферизация, кто знает, что это такое? Ну, там, в графике применяется еще где-то. Когда у вас есть изменяемая структура данных, да, которая находится в процессе обработки, и вы в нее пишете значение, изменяете, удаляете, читаете, она доступна туда-сюда. И неизменяемый, ее, как бы, не ее, а второй объект неизменяемый. То есть, смотрите, когда у нас с вами заполняется вот этот блок, мы его перемещаем, мы его делаем неизменяемым, да, и создаем новый блок, который мы принимаем данные. И тогда вот этот вот неизмененный блок мы можем спокойно себе сбрасывать на диск. В него не приходят изменения, да, он при этом хранится в памяти, мы из него можем читать, он доступен на чтение. И при этом у нас с вами все еще есть место, куда мы с вами можем писать. То есть, наш LSM-дерево не замирает, не становится доступным только на чтение. Понятно, как это работает? А, ну вот смотрите, в самом начальном этапе у нас есть M1. В него приходит write и read. Так? Он достигает некого лимита. Так, если мы напишем, пусть будет memory limit. Как нам сделать так, чтобы мы одновременно могли эти данные писать на диск, да, то есть этот блок должен оставаться неизменным, и при этом принимать новые данные? Мы с вами создадим новый блок. M2. Обратно сделаем у него. Так? Понятно, да? У нас остается блок M1, в котором только чтение, и блок M2, из которого и чтение, и запись. Он пока у нас наполняется. И пока он наполняется, мы с вами этот блок... To disk. Как только мы этот блок сбросили вниз, мы все данные отсюда удаляем. Ничего, в принципе, не нужно. Этот блок заполняется. Выключаем запись. Сбрасываем на диск. Включаем запись здесь. То есть, смотрите, у нас один блок находится в состоянии изменяемом, второй блок либо пуст, либо пишется на диск. Выключаем в write, сбрасываем на диск. Потом этот сбросили, этот наполнился, здесь в write выключаем, включаем здесь в write, а этот сбрасываем на диск. Они чередуются. Здесь какая есть проблема? Здесь есть проблема в том, что иногда мы можем не успевать записать блок на диск до тех пор, пока наполняется второй. Ну, представьте себе, что мы переключились сюда, полностью его забили, этот не успел сброситься на диск. Ну, тогда эта проблема, она, к сожалению, адекватного решения не имеет, кроме того, чтобы писать на диск как можно быстрее. С другой стороны, если наша система принимает 1 терабайт данных в минуту, вы в нее 2 терабайта данных никак не засунете. Вы можете какое-то время себе позволить выжить в таких условиях, но в принципе, если у вас диск не принимает больше, чем x гигабайт в минуту, вы больше, чем x гигабайт в минуту в систему не запишите. То есть, ваша система уперлась в свое железо. Это вот первое, что сделали в LevelDB. Второе. Давайте посмотрим вот сюда. Смотрите. Сколько данных хранится у нас в памяти? Скажем, 1 гигабайт. Да, мы пишем. А на уровне 0 у нас хранится с вами 10 гигабайт. И при этом данные, как правило, будут сгруппированы в некой области значения. Ну, скажем, у нас с вами опять веб-сайт, да? И мы записываем данные, действия пользователей. Смотрите, у нас, допустим, миллиард пользователей, да? Но фактически активных из них в данный момент времени, да? Именно прямо сейчас. Допустим, миллион. Ну, просто потому что часовой пояс. Где-то люди спят, где-то люди бодрствуют, да? И, скорее всего, мы на диск будем сбрасывать данные, во-первых, в 10 раз меньше, чем они там хранятся, по объему. Так еще они будут относиться не ко всему диапазону значений. Давайте проиллюстрировим простым примером. В памяти у нас есть значения 3, 7, 8, да? На первом уровне у нас с вами значения есть 1, 4, 7, 22, 30, 8, 51, 75, 92. Так, что произойдет, если мы это сбросим сюда? Это все перемерзется, да? И целиком весь блок будет прочитан и перезаписан. А логично подумать, зачем так делать? Давайте мы эти блоки будем писать по частям. То есть каждый диапазон у нас будет не более, чем некая заданная величина. Ну, допустим, не больше, чем мегабайт. Просто потому, что 1 мегабайт очень хорошо и эффективно читает с диска. Так? К чему это приведет? Какие блоки у нас будут затронуты при смерживании? Отлично. Мы с вами получим 1, 3, 4, 7, 22. То есть мы с вами на достаточно тупом примере сэкономили объем работы в два раза. Если у нас есть соотношение 1 в 10, да, да, плюс еще данные здесь собранные в кучку, то можно экономить там 99% работы, да, не затрагивать 99%... Там 90% данных, если мы с вами не затронем, это уже очень хорошая оптимизация. 38, где восьмерка? А, я извиняюсь, да, 8. Все верно. 8, 22, да? Это, вот, кстати, если, допустим, здесь данные будут разбросаны равномерно, да, то такой трюк у нас с вами не пройдет. Понятно почему, да? Потому что равномерно мы попадаем во все ключи. Но, к счастью, структура задачи, да, которые работают, допустим, вот LSM-деревья, да, она такая, что данные у вас есть свежие, есть несвежие, да, и, как правило, вы будете работать с одним и тем же диапазоном, который будет двигаться туда-сюда. Да, если, скажем, какой-то блок получился больше, чем должен был, да, мы можем создать вместо него два блока. 1, 3, скажем, 4, 7, 8, 22, да, если, допустим, мы каждый блок будем иметь по два элемента. Это все находится в рамках ограничения, которые LevelDB накладывает на свои данные. А в чем здесь плюс? Опять, смотрите, мы с вами хотим сделать поиск. Предположим, мы с вами ищем ключ 6. Какой объем данных мы на диске должны будем просканировать? Всего лишь один блок. Ну, два блока. А, один блок, вруч, 4, 7, да, то есть нам не нужно сканировать весь объем данных, да, нам достаточно проверить один-единственный блок, потому что все блоки упорядочены. Мы можем для каждого блока помнить min и max, да, и когда мы ищем конкретный ключ, мы попадаем в конкретный блок. А если таких блоков у нас на уровень миллион, да, там, ну, 10 тысяч, да, один мегабайтный блок, 10-гигабайтный уровень, да, то мы с вами экономим себе работу в логарифм от 10 тысяч в 13 раз. Да, а один блок мы с вами читаем за одно чтение с диска, 1 мегабайт. То есть вместо 13 чтений мы имеем одно. Это сильно уменьшает нам latency нашего алгоритма, да, банально вы хотите отрисовать страницу, да, у вас страница отрисуется за 0,5 секунд или за 5 секунд? За 0,5 секунд, мы, скорее всего, тут даже не заметим, да, за 5 секунд человек развернется и уйдет. Что это за сайт, который 5 секунд открывает там страницу? Ну, это несерьезно, правильно? То есть, как казалось бы, это достаточно небольшое такое совершенствование, но оно делает систему из неюзабельной в юзабельном состоянии. Да, мы можем и фильтр Blue мотать. То есть, смотрите, здесь я написал два ключа, да, на самом деле, предположим, у нас с вами 1-мегабайтный блок, и в нем у нас с вами может лежать, если мы, скажем, поделим, допустим, 1 мегабайт на 32, мы с вами получим 32 тысячи значений. Немало, да? Поэтому мы можем, в принципе, избежать даже этого чтения, если нам Blue-фильтр скажет, что этого значения здесь нет. Это будет еще куча, да, вообще мгновенно. В памяти поискали, все, проверили Blue-фильтр и вышли. Дальше, в принципе, та же самая система, да, когда блоки здесь потом объединяются, сбрасываются вниз. Кстати, когда уровень переполнился, мы сбросили вниз, 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 вниз и вниз. Еще здесь важный момент, мы с вами чуть позже затронем, да, но здесь вот как бы в нейтрограмме показан, log. Вот смотрите, немножечко в сторону от именно структур данных. Зачем нужен log? Предположим, что данные находятся у нас в памяти, да? Что мы с компьютера выдернули? Питание. Что произойдет с нашими данными? Они исчезнут. Да? Это грустно и печально. Поэтому все данные, перед тем, как попасть в мем, пишутся в log. Если у нас случилась авария, мы всегда можем открыть log-файл и из него восстановиться до того состояния, да, которое мы последним зафиксировали. Это просто так вот способ для in-memory, один из способов обеспечить персистентность данных, постоянство для in-memory структур. Потому что память у нас, к сожалению, еще пока не, наверное, независимая. В принципе, она, наверное, такой останется. Поехали дальше. А вот так выглядит график РПС для LevelDB. То есть посмотрите, как у него изменяется. От 600 тысяч до 60 тысяч операций в секунду в 10 раз. Как вы думаете, с чем это связано? В каких случаях могут произойти такие провалы? Ну вот, если мы опять вернемся к этой структуре, первая причина этого, когда какая-то вставка данных, да, приводит к тому, что данные отгружаются на уровень 0, уровень 0 переполняется, данные отгружаются на уровень 1, уровень 1 переполняется, данные отгружаются на уровень 2, 3 и так далее. И, в принципе, может привести к тому, что запись одного там значения, да, размером в 32 байта, придет к тому, что реально с диска будет считано и записано там терабайт данных. Как с этим бороться? Бороться с этим тем, что вводят в систему дополнительные процессы или механизмы, называемые мерзером. То есть вы, когда вставляете значения, да, вы эту таблицу просто откладываете и забываете про нее. У вас есть отдельный процесс, отдельный поток, да, который в фоновом режиме это все дело возьмет и будет складывать. Понятная архитектура, почему так сделана, да? Вы можете иметь 2 мерзера, 3 мерзера, 4 мерзера, 5, 10, сколько вам угодно, да, все это упирается в производительность нашего диска. В принципе, вот эти все задачи, да, по объединению уровней, они чем хороши, тем, что их можно делать параллельно. Понятно, да, как это все дело распараллелить? То есть вы можете на одном уровне отгружать, объединять блоки, отгружать вниз, другим потоком здесь объединять, отгружать вниз и так далее. Но даже такие ухищрения, они приводят к тому, что latency spike все равно остаются, все равно остаются провалы, что бы вы ни делали. Просто потому, что в данном случае есть некие отклонения от средней скорости, то есть средняя скорость системы 300 к рпс, да? Кто-то хочет загрузить больше, это приводит к тому, что дерево просто забивается. Вот, кстати, здесь видно, смотрите, маленькие. Хорошо видно здесь, нет? То есть смотрите, он не просто пик, он пик вверх-вниз, вверх-вниз, да? Да, это как раз провалы через уровни. Вот у LSM-терево есть такая проблема, да, что иногда некоторые операции в нем становятся по вставке очень внезапно дорогими. Просто мы уперлись с вами в объемы, уперлись с вами в производительность. Я думаю, что как бы избежать этого на самом деле очень сложно. Можно просто не давать системе разгоняться выше, скажем, 400 к рпс. Ну, к примеру, да, но на самом деле это не столь важно, как бы тема свечлекции не касается. Просто надо знать, что у LevelDB есть такая проблема. Ну, в принципе, у LSM-дерево. Мы с вами на прошлый век рассмотрели вопросы в Write и Read Amplification. Вот это он в своей красе. В Write Amplification. Запись одного значения ведет к тому, что записываются миллионы значений. Это плохо, это больно, но иногда с этим можно жить. Вот для чего, собственно говоря, LSM-дерево применяется. Просто то, что мы с вами... Ленты сообщений, стены, чаты, да, какие-то регистрации каких-то событий. В принципе, все те данные, которые имеют тенденцию к устареванию. Но я думаю, можно не записывать, потому что слайды будут выложены. Чтобы запомнить, если только. Еще для чего может использоваться? Для различного рода индексирования мы с вами чуть позже тоже это все рассмотрим. Смотрите. Иногда можно данные хранить на диске, а индексы в памяти... Ну, да, ладно, лучше потом, когда у нас будет уже именно тема. Так, это стоимостные модели, то есть дам, которые мы на прошлой лекции смотрели, и стоимостные модели, которые учитывают кэши. В принципе, какие вещи в ней могут влиять. Так, еще одна структура данных интересная. Все знают, что такое обычное, простое, бинарное дерево. Кто не знает? Все знают, я надеюсь. Так? Давайте посмотрим, как происходит поиск в нашем бинарном дереве. Мы с вами сначала что делаем? Мы сначала с вами затрагиваем корневой элемент. Так? Потом мы с вами затрагиваем, допустим, левый элемент. Я просто их пронумеру без значений. Или лучше все-таки дать конкретные цифры. Ну давайте, у нас с вами будет дерево 1 плюс 2 плюс 3, это 6. 4, 10. 1, 2, 4, это 7 плюс 8. 15 значений, да? А в вершине дерева у нас получится. Пусть будет семерка. Так, здесь у нас будет 3, нет, здесь будет 2, нет, сейчас, сейчас, сейчас. 5, 6. Вот. 8, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 6, 5, 7. 7, 12, здесь, 10, 9, 8, 10. Ну, в общем-то, я чуть-чуть запутался. Так, сейчас я соображу. Ну, суть важна. В общем, у нас есть такое вот дерево, да? В чем у него проблема? Проблема у него в том, что, когда мы начинаем по этому дереву ходить, мы обращаемся к значениям, которые хранятся в абсолютно разных местах в памяти. Они разбросаны по памяти, да? Как бы дерево наше, оно не локально. И оно не удовлетворяет вот этим условиям локальности. Что мы с вами можем сделать, да? Как бы нам наше дерево таким образом сохранить, чтобы оно было... Чтобы близко расположенные ключи, да, независимо от того, где они расположены. Ну, допустим, смотрите, 2,5, да, они друг от друга лежат далеко. То есть, вот они. Как они локированы, там, неизвестно. Как бы нам так это дерево записать, чтобы оно у нас стало тоже дружелюбно к железу? Смотрите, возьмем тот же самый способ. Смотрите, у нас в дереве n элементов. Какая высота дерева получается? Логарифм двоичный по n. Так, да? Мы с вами разобьем высоту дерева пополам. Получается лог n пополам, да? То есть, это не n пополам, а логарифм n поделить на 2. Почему здесь будет корень из n ключей, понятно? То есть, n степень 1,2 берем от него... Если у нас n степень 1,2 ключей, мы берем от него логарифм, получаем лог n пополам. И здесь получается корень из n под деревьев. Дальше каждое дерево мы записываем в таком виде. Если мы опять вернемся вот к этому примеру, вот, допустим, вот этот вот объект рассмотрим, мы пишем с вами 4, 3, 6, 1, 2, 5, 7. 4, 3, 6, 1, 2, 5, 7. И сразу же все это дерево, да, становится локальным. Вот они, лежат цифры рядом, да? Предположим, что мы ищем некий ключ. Мы попали в четверочку и сразу же загрузили к себе все дерево, 64 байта. А от четверочки мы скакнули, допустим, к тройке и к двойке. Они все лежат в пределах одной кэш-линии. Так? Понятно, да, как это работает? То есть вместо трех рандомных доступов к памяти, да, и загрузки каждой из адресов к себе в процессор через всю память, мы выполняем только одну операцию. Это в три раза быстрее. Даже в оперативной памяти это в три раза быстрее, да. Мы можем сделать дерево чуть больше, да, и получить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 значений, да, 15 умножить на 4, это 60, это прекрасно вписывается в кэш-линию. Если у нас 4-байтные значения. Да, понятно, почему 15 значений, 64. Теперь смотрите, вот мы дерево поделили на части, да, и таким образом мы его записываем. Но если, скажем, корень из n это больше, чем, допустим, 15, мы разобьем его по тому же самому принципу еще на два раза. По тому же самому принципу мы его разобьем столько раз, сколько нам нужно. И таким образом, смотрите, мы на самом нулевом уровне обращаемся с вами к 15 значений, да, которые в 60 байт вписываются. Уровнем выше мы с вами берем в квадрате, это 256 значений, уровнем выше 65 536, 64 килобайта, это уже весь целиком L1, еще выше, еще выше, еще выше, да. И мы опять с вами получаем такой алгоритм, который просто в силу своей структуры вписывается во все уровни кэшей, которые у нас есть. Нам не нужно думать, да, о том, есть у нас L3, сколько у нас памяти, сколько у нас в нуманоде на данном конкретном голове у процессора стоит. Мы просто с вами дерево записываем в таком виде, такими кусочками, и получаем с вами алгоритм, который оптимизирован для кэша. В принципе, ради интереса можете эту задачу, да, вместо транспонирования матрицы посмотреть. Опять, кто хочет, на ваше усмотрение, да, то есть вы, я думаю, что вы результат в 2-3 раза должны увидеть. Я думаю, возможно, даже выше. Но, опять-таки, дерево должно быть большим, оно не должно вписываться в L3 кэш, да, оно должно обязательно быть больше, там, чем, скажем, 1 гигабайт. Да, в принципе, вы можете даже дерево разместить в длинном блоке памяти, да, чтобы не делать кучу молоков, взять большой блок памяти, таким образом отрисовать, да, и дерево у вас тоже должно быть, ну, просто для накладки заполненным. То есть 2 в степени N-1 значение. Понятно, почему это дерево хорошо для кэша, да, как оно устроено? По тому же самому принципу, как матрица, оно бьется на маленькие кусочки, из этих маленьких кусочков оно наращивается, наращивается, чтобы получить то, что мы хотим. Если в нашем дереве не хватает значений, мы их можем заменить какими-то там стонами, налами. Значения здесь нет. Поехали дальше. Но на самом деле вот этот вот не самый, допустим, лучший вариант есть вот такой очень интересный подход. Вот смотрите, вот тоже как бы дерево, да, и к каждому дереву приписан небольшой блок в памяти. Это касается оперативной памяти. Как происходит добавление значений? Значения всегда добавляются вот сюда. Самый в корень. Потом, предположим, корень у нас переполнился. Да? Все в соответствии с тем, как работает LSM-дерево, мы с вами значения из корня опускаем либо вправо, либо влево, либо направо и налево, как мы хотим. При этом в корне не остается ничего. Что его отличает от B-дерева? В B-дерево мы с вами оставляем корневой элемент, к которому мы приделываем ссылки. Здесь мы с вами ничего не оставляем. Сейчас вы видите, как это работает. За исключением может быть каких-то там просто индексов. Но индекс — это оптимизация. Дальше они здесь, эти элементы объединяются. Они тоже в каком-то виде, в сортированном виде хранятся. Если здесь опять переполняются эти уровни, мы опускаем ниже, ниже, ниже. То есть, смотрите, здесь мы набили какое-то значение, опустили вот сюда. Часть совпала, значит, и часть нет. Допустим, он переполнился, мы опустили вниз. На самом деле, куда опускать непринципиально, главное, чтобы наше дерево было более-менее сбалансировано. Это как бы принцип. В чем здесь есть проблемы? Проблема есть, во-первых, в том, что мы с вами, когда ищем какой-то ключ, мы не можем с вами делать навигацию. Мы обязаны его искать на всех уровнях. Да? Ну, как бы по тому же принципу, то есть, смотрите, мы ключ здесь не нашли, здесь мы ищем на вот этом уровне, на вот этом уровне, да? Так, дальше, дальше, во всех уровнях этих ищем. Если мы с вами записываем значение, то в лучшем случае мы с вами просто добавляем значение сюда, его пересортировываем, без блока, допустим, перезаписали. В худшем случае нам приходится это дерево мерзнуть вниз. Опять-таки, высота его ограничена логарифмическим законом. То есть, если в каждом узле у нас там k элементов, да, то высота дерева у нас логарифм n по основанию k. Вот здесь расписаны, собственно говоря, стоимости, да, вот data access модель. Я думаю, что это просто можно в слайдах потом взять. Дальше посмотрим, как это дерево работает. Вот смотрите, вот у нас есть бит, простой дерево, да, вот мы сделали к нему два элемента в голову, пустых. Записали два значения, 1637, да, вот они, отсортированные лежат здесь. Это мы записали в наш журнал, который нам нужен на случай, если вдруг, скажем, кончится память, сгорит процессор, все что угодно, чтобы просто потом остановиться, но это, как это дерево, не касается. Пошли дальше. Записали еще два значения, 741, да, и эти значения просто отгрузились вниз. Пусть они будут на диске у нас, так? Callout, это она на диске, то есть вот с памяти загрузили. Пошли дальше. А вот мы, смотрите, мы 741 опускаем вниз. Уровень на диске, первый уровень переполнился. Мы с вами создаем второй уровень, в котором все это отсортировано. Обратите внимание вот сюда, да, 737. Это только ключи, они просто хранят ссылки сюда и сюда. Сейчас чуть позже мы посмотрим, что эти ссылочки означают. Просто пока запомните, что они здесь есть. Дальше пишем 1028, да, в памяти они хранят, все прекрасно. Опять приходится сбрасывать значения, да. Вот они заменили собой те виртуальные объекты, те ссылочки, которые были до того, да, и у нас, сами видите, поменялись вот эти вот стрелочки. Указывал в одно место, ой, извиняюсь, теперь в другое. Как это понять, да? Ну, сейчас ссылочки я вам прямо сейчас расскажу отдельно. Они для чего не нужны. Дальше записали, записали, да. Вот у нас с вами прошел коллапс, да, вот мы как бы упали еще уровнем ниже. Ссылочки здесь две, и здесь ссылочек стало больше. Смотрите, часть ссылок попадает на такие же значения, какие они и есть, да, а часть нет. То есть 2 на 10 указывает, 10, неправильно, 2 на 2 должно указывать. Нет, так, все значения указывают туда, куда они должны указывать. Пошли дальше, записали, вот мы записали сюда, здесь все осталось, да, видите, то есть 6 указывает на 2, 49 на 41. Дерево наше мутирует, мутирует, мутирует весело. Домутировалось, да? То есть, видите, здесь тоже данные, вот они записаны физически. Здесь какие-то просто ссылочки. Сейчас мы с вами определим, для чего нужны ссылочки. Вот, теперь как работает GET, и, собственно, для чего нужны ссылки. Вот, сейчас, смотрите, есть такой же подход, называется, вот, смотрите, у нас есть K отсортированных массивов. K отсортированных массивов. Как нам определить, что некий ключ содержится в одном из этих массивов? За какое время мы можем это сделать? Ну, в одном массиве нам сколько нужно времени, чтобы найти ключ? Нет. Ну, у нас массив размера N. Log N, правильно. Если K массивов? Так. Так, но есть подход, который позволит нам ценой небольшого перерасхода памяти сократить это время для log N плюс K. Смотрите, как это работает. Логарифм N плюс K. Тоже можно показать. Так, и там сейчас нету там красивой какой-нибудь анимации у нас? Нету. Смотрите. Возьмем с вами первый массив. В нем записаны какие-то значения. 1, 8, 12, 17. Так, да? А теперь мы возьмем из него каждое второе значение. Здесь, допустим, 6, 9, 14, 22. Я так специально разреженно нарисовал, чтобы было просто понятно. Возьмем из него каждое второе значение, 8 и 17, и вставим их сюда. 8, 17. Так? Его размер... Здесь у нас размером N. Здесь стал размер N плюс N пополам. Так? Давайте дальше. Возьмем теперь каждое второе значение отсюда и отрисуем их вот сюда. Здесь у нас стал размер N плюс N пополам плюс N на 4. Как размер изменяется, понятно. Почему так? Так, вы смотрите, здесь мы прибавили половину, а сюда прибавили половину от вот этого. Так? Это причем максимум. Допустим, если здесь тоже есть, допустим, 1, 8, допустим, 12 и так далее, да, то вот эта восьмерка отразится в эту же восьмерку. Как бы нам уже, в принципе, можно просто поставить здесь меточку, что здесь есть ссылка сюда, как бы не хранить его. Ну, на самом деле, это как бы вкусовщина чистая. И в пределе мы с вами имеем, что N штрих последнего массива, да, даже просто меньше, N пополам. Ой, 2N, я извиняюсь. Кто пределы помнит в школьный курс? Ну, а, в общем-то, предел от единички плюс предел последовательности от 1 поделить на сумма, точнее, сейчас, я извиняюсь, предел суммы 1 поделить на k, k от единицы до бесконечности строго равен 2, да? А так как у нас все-таки не бесконечность элементов, то наша, ну, это, в принципе, можно доказать, это, я не буду пока этим заниматься. Нет, 1 поделить на k. 1 на 1, 1 плюс 1 вторая. А, все верно, все верно, все верно. 2 в степени k, ну, 2 в степени k, то есть от k тогда от нуля, да? 2 в нулевой единичка плюс 1 вторая, 1 четвертая, получается 2 ровно. Так как у нас все-таки здесь не бесконечное количество массивов, то максимальный перерасход памяти у нас 2 раза. Теперь посмотрим, как в этой структуре мы будем искать. Предположим, мы ищем некий ключ, да? Что нам, в принципе, даст этот перерасход? Мы идем в самый большой массив, да? Мы в нем можем найти диапазон, который мы хотим. Ну, допустим, мы попали вот сюда. Если мы попали в значение, прекрасно. Если мы попали в ссылку, тоже прекрасно. Да, то есть мы как бы уже все знаем, что значение здесь есть, оно такое. Если же мы попали, допустим, на стык, мы с вами можем взять левую ссылку, левый ссылочный элемент и правый ссылочный элемент. Понятно, как это будет работать. Да, просто мы идем вправо до тех пор, пока не нашли вот такую ссылочку. Идем влево, пока не нашли вот такую ссылочку. Предположим, мы сами вот здесь вот, простой пример, попали вот сюда. Мы находим с вами вот этот элемент и вот этот элемент. Здесь мы, кстати, с вами ничего не нашли. Ищем 12, да? Здесь мы с вами ничего не нашли. Но мы знаем то, что у нас есть восьмерка и 17. А они нам дают референс вот сюда. Что это нам дает? Что мы ищем не во всем массиве, а только в маленькой его части. Просто мы с вами ограничиваем то время, которое нам необходимо для того... То есть мы с вами перебираем не весь массив пополам делим, а кусочек. А если здесь у нас каждое второе значение относится сюда, то диапазон, который мы получим здесь, будет маленьким. Более того, мы можем точно узнать, что даже здесь ничего нет. Представьте себе, мы с вами ищем число. У нас здесь ссылка есть 1, минимально-максимально. А предположим, что мы с вами ищем пятерочку, да? Пятерку ищем здесь. Мы с вами встали вот в позицию вот сюда, и слева элемента у нас нет. Значит, у нас здесь нет... Хотя нет, это немножко не работает. Надо взять крайний элемент. Да? Если мы ищем 0, 0, да? Здесь мы видим единичку. Самый левый элемент единичка. Значит, нам здесь искать вообще смысла нет. Это позволит нам, во-первых, не только иногда ограничить диапазон, а в принципе остановить поиск. Если мы знаем, то что на другом уровне элементов подходящих нету, просто потому что максимальный элемент уровня, который лежит сверху, меньше, чем тот ключ, который мы ищем. Немножко запутано, да? Ну, понятно, да, как вот эти вот... Можно пользоваться этими ссылками, да, чтобы искать не по всему диапазону, а под маленьким кусочком. Вот это основной принцип этого алгоритма. Вот это вот fractional cascading. Тут немножечко, понятно? Или попробуйте еще раз как это... Смотрите, мы можем, допустим, переносить вниз обязательно минимально, максимально. То есть я сказал то, что каждый второй, да, но на самом деле вы можете применять разные подходы. Вы можете брать каждый третий. Вы можете брать минимально, максимально и 8 элементов середины. Главное, чтобы они дали вам некий разброс, да? Чтобы вы могли подняться на уровень выше и при этом сузить диапазон значения, в котором вы ищете. И тогда, чем выше вы поднимаетесь, тем уже диапазон. И по тому же закону вы, в принципе, будете искать, вы будете, переберете два лога, два n значения. Ну, то есть у вас останется логарифмическое. Не k на log n, а log n плюс k. А это гораздо дешевле, чем k log n. Просто каждый конкретный поиск сужает вам диапазон будущих поисков. Вот. А это было к тому, что вот эти вот ссылочки, которые я намеренно не говорил, для чего они нужны, это именно это и есть. Мы все наше дерево, кола-дерево, где оно там, как оно называется, да? Кола. Вот эти все значения, которые здесь каким-то образом нарисованы, просто прошиваем, индексируем их насквозь. Да, то есть, смотрите, вот шестерка ссылается на двоечку, да? То есть, если мы ищем пятый элемент, да, ну, седьмой элемент, то нам левее двойки ходить не надо. Если, допустим, здесь были бы какие-то значения. Если мы ищем, скажем, с вами элемент 50, мы попадаем в 49, и нам левее, чем 41, смысла нет искать. То есть мы этот уровень пропускаем. Вот. А вот эти значения в тряховке, это просто, когда мы перенесли с вами значение, да, мы оставляем только ключ, какой-то индекс, ссылочку, чтобы нам с вами делать навигацию. Понятно, да, чем отличается ссылочка от собственного значения. То есть у нас значение уехало сюда, у нас есть key value, да, здесь просто key и некий pointer, какой-то указатель или еще что-то. Это ложится как на диск, так и в память. Вот такая вот забавненькая структурка, да. Вот, допустим, поиск здесь как происходит. То есть видите, диапазоны сужены. Ищем 16, да, мы попадая, попали между левее этого и левее этого. То есть мы ищем вот здесь. В принципе, потому что мы не можем здесь остановить поиск. Мы берем с вами два крайних известных нам элемента, из них ищем, да. Вот, как бы, стало проще, дешевле. Ладно, последний подход, который может применяться к хранению данных на диске, используется в базе данных React. Это я, если я ничего не перепутал, документное хранилище, которое используется в одной из баз данных. Скажите, чем плохо B-дерево, чем плохо вот это вот кола-дерево, которое мы смотрели, да, и LSM-дерево? Тем, что, да, нет? Ну, помните вот эту вот страшную, ужасную картину, да? LSM-дерево, левел-дб, бедное, несчастное. Чем оно плохо? Тем, что у нас может быть огромный write-amplification. Да, тем, что мы записываем маленькие кусочки, внезапно нам нужно записать гигабайты данных. Вот. И, в принципе, этой ситуации можно избежать. А вот, смотрите, какая у нас есть с вами задача. Во-первых, у нас с вами, опять-таки, k-value storage, да, то есть у нас мы данные можем записывать по ключу, либо читать по ключу. При этом данных у нас намного больше, чем оперативной памяти, да, и при этом у нас ключи значительно меньше, чем значения. Ну, например, идентификатор фотографии – это ключ, сама фотография – это значение. Видно, что фотография – это, там, 64, там, 500 килобайт, да, ключик – 4 байта, там, 8 байт, ну, что это ерунда. И дальше мы с вами понимаем, что чтения могут происходить, в принципе, из любого участка данных в любое время, да, то есть мы с вами каким-то образом чтения не можем оптимизировать, то есть они как бы равномерно распределены по всему диапазону. При этом запись идет, 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 добавляется. Что мы с вами можем сделать? Что такое AOF? Это append-only файл. В чем суть этого подхода? Смотрите, у нас есть с вами некий файл, да, файлы можно читать, писать и так далее, но раньше изначально, кстати, это достаточно старая парадигма, файлы можно было только, были файлы, которые можно было только дописывать, например, файлы на лентах, или, дай бог, перфа лента, да, то есть вы пробили дырки, вы новых дырок пробить не можете, или, допустим, вы вставили туда кассету, в тейп, да, тейп ваш крутится, вы не можете взять, наверно, и перезаписать данные. То есть такая парадигма была всегда. И, в принципе, сейчас, если вы откроете, там, какую-нибудь POSIX, да, или, там, стандартную библиотеку COMC, да, вы увидите, то, что файлы можно открывать в append-only мод, когда вы читать можете из любого места файла, да, писать, только дописывать. Ну, кто-то видел, я думаю, большая часть видела. Теперь смотрите, что мы с вами можем сделать. Что будет, если мы все новые данные будем всегда дописывать в конец? Будут ли у нас такие вот спайки в latency, да, провалы в производительности или нет? Ну, мы предположим, что наши все записи примерно одинакового размера. Ну, будем считать, что нет, да? Откуда им взяться? Мы сказали системе запиши 1 мегабайт, она ровно 1 мегабайт к файлу дописала. Сразу возникает запрос. Вопрос, а что нам делать, чтобы вот в этой вот последовательности что-то искать? Так как бы, да, она не отсортирована, как мы будем искать, да, очень сложно и непонятно. Тут к нам на помощь приходит оперативная память. Оперативная память у нас все-таки есть. Сколько-то. И появляется, так видите, как индексирование, да? То есть мы таким образом строим нашу систему, да, что у нас есть некий указатель, что мы можем по ключу найти указатель на те данные, которые мы ищем. Ну, вот смотрите. Простой библиотекарь, да? У него есть огромные такие вот библиотеки, в которых куча шкафов с книгами. Так? Дальше вы приходите к библиотекарю и говорите «Дайте мне книжку, там, Александр Иванович Пушкин, сказка о царе Салтане». Как библиотекарь находит вам нужную книгу, да? У него есть каталог, в котором написано «Пушкин Александр Сергеевич, шкаф номер 14-б». Подошла к шкафу 14-б, у него там написано, там, Петров, там, какой-то такой, Пушкин. Полочка такая-то. Он открывает полочку, достает книжку, вам приносит. Вот как раз этот указатель, Пушкин Александр Сергеевич 14-б, это есть индекс, да? Это то, что позволяет нам, не проходя всю-всю-всю библиотеку, да, пройти сразу к тому шкафу, который нас интересует. Да? Тоже касается и вот этой вот структуры. Как, что мы на первом уровне пишем в файл? Вот, допустим, вот в этом BitCask пишется вот такая структура. Сначала каждой записи есть контрольная сумма. Вы знаете, что такое контрольная сумма? Ну, все знают, да? Это некое посчитанное значение на основе записанных данных, которое нам позволит проверить целостность. То есть мы с вами читаем блок, считаем для него контрольную сумму, сверяем с контрольной суммой. Мы записаны в файле. Если они совпадают, значит, данные не повреждены. Да, ну, я думаю, все знают, как контрольная сумма. В принципе, вместо контрольной суммы можно использовать все, что угодно, любой хэш, да? После контрольной суммы это А, дешево, Б, это очень быстро, и В, это дает достаточно высокую степень уверенности в том, что данные не повреждены, особенно если данных много, да? Там 20, 40, 80 байт, уже чем больше данных, тем ниже вероятность получить коллизию. Ну, на таком же самом объеме данных. Вот смотрите дальше. Дальше пишется некий таймстемп, кейсайз, размер ключа, value-size. Эти все значения у нас с вами фиксированной длины, да? Контрольная сумма 4 байта, таймстемп, допустим, 4 байта, 2 байта и 4 байта, к примеру. 2 байта для ключа, ну, или 4 байта, сколько хотите, да? То есть вы можете сами использовать те или иные ключи, размеры. Дальше пишется переменные длинные ключи, переменные длинные value. Следующая запись. Следующая запись, следующая запись, следующая запись, следующая запись. Так? Что здесь можно соптимизировать? Мы с вами можем записывать на диск не каждое значение, да? А, допустим, накапливать их некий объем до достижения некой величины и сбрасывать. Ну, допустим, накопили 1 мегабайт данных, записали на диск. Это позволит нам разделить цену записи на количество, собственно говоря, объектов, которые мы записали. Уже очень хорошо, да? Дальше. А что же нам теперь делать с поиском? Вот мы с вами создавали такой огромный-огромный длиннющий файл, да? Где ключи неупорядочены. Как же нам найти нужный нам ключ? Нужное нам значение? Ключ нас не интересует, да? Мы делаем get4, да? Где оно? Смотрите дальше. Для этого мы создаем некоторую структуру. Не важно, каким образом на самом деле вы его организуете, да? Но принцип у него простой. Это банальный индекс. Он содержит ключ, который ссылается на динтификатор файла. Сейчас я на этом остановлюсь. Мышечка куда-нибудь не хочет, она убирается. Прошу прощения. Размер значения, позиция значения файла и timestamp. Для чего нужен файл ID timestamp? Смотрите, наш append-only файл, да? Мы данные в него записываем, записываем, записываем. Ну да, удаляем, да? Каким-то там с тоннами или что-то. Точнее, даже нам для того, чтобы удалить данные, нам даже не обязательно удалять их из файла. Мы можем просто key пометить как удаленные. Да, мы можем просто залогировать, что значение удалили. Просто key удалили отсюда, мы это значение уже не найдем. И мы считаем, что все наши ключи, вот эти все структуры, помещаются в памяти. Вот, и это как раз-таки одна из причин, почему я специально говорил, потому что у нас значение намного больше, чем ключи. Представьте себе, если у нас, скажем, ключ 4 байта, значение 4 байта, да? То у нас вот эта структура по размеру примерно сравняется с вот этой, да? Структура станет бесполезной. Как бы у нас 1 гигабайт памяти, мы записали 1 гигабайт на диск, все, индекс перепонулся, мы не можем ничего больше индексировать. Да, а если у нас, допустим, ключ 8 байт, то вот эта структура набирает в сумме, ну, скажем, 4, 4, там, 4, 4, это 16 байт, да? А если против, и 8 байт, да? Это 24 байта против, допустим, 500 килобайт лежачих на диск. Соотношение 1 к 1000, 1 к 2 тысячам. Это как раз типовое соотношение, да? Которое, в принципе, характерно для современных компьютеров. 1 к 1000. Дальше вы эти ключи можете помещать в любую структуру, которая вам нравится. Хотите хэш, хотите б-дерево в памяти, хотите rb-дерево, да? Хотите просто бинарное дерево, несбалансированное. Хотите, используйте... В общем, что угодно, да, на ваше усмотрение. Как работает наша система? Нашла ключ, нашла файл, в нем позицию, считала значения и проверила timestamp с контрольной суммой, да? То ли это значение мы считали, просто для проверки. Почему у нас появляется файл ID? Откуда он взялся? Вот смотрите, мы с вами записали файл. Мы данные новые пишем, 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 перезаписываем. Кстати говоря, да, то есть данные мы с вами не только добавляем, мы их иногда модифицируем. А в какой-то момент у нас, мы имея, допустим, один 100 гигабайт данных актуальных, да, последних, мы с вами в append-only файл написали уже больше, чем терабайт. Диск кончился. Печаль, да? Как бы система встала, да, что делать? Для этого поступают очень хитрым способом. Мы создаем не один файл, а много. Смотрите, мы записали один append-only файл размером 10 гигабайт, да? Дошли до лимита, открыли новый файл. Дошли до лимита, открыли новый файл. То есть файлов у нас становится много. Понятно, для чего это нужно? Как, допустим, мы с этим сможем сыграть дальше? Вот смотрите, данные перезаписываются. Вот у нас мы можем посчитать, сколько раз каждый файл ID присутствует в данном списке в памяти оперативной. Да, то есть мы говорим, что данные, в принципе, можно даже структуру завести, которая говорит, сколько на конкретный файл есть ссылок вот в этом вот индексе. Дальше на какой-то файл стало ноль ссылок. Мы этот файл можем удалить. И 10 гигабайт к нам вернулись. Правильно? То есть данные стали старыми, мы их удалили. Давайте представим себе, что в файле есть некая запись-долгожитель. Ну, предположим, мы с вами храним аватарки, да? Люди меняют себе аватарки, мы дописываем этот лог-файл, индексируем, все прекрасно. А нашелся какой-то мастодон, который вот нравится мне моя фотография, не хочу ее менять. И она вот в начале файла, зараза, сидит. И мы не можем его удалить, потому что человек активный пользователь. Как мы так удалим? Что мы сможем с вами сделать? Какие есть варианты? Здесь этот кусочек перезаписать куда-нибудь. Отлично. Мы просто берем, допустим, у нас некий файл, в котором стало мало данных, да? Файл, допустим, пуст на 95%. Мы берем оставшиеся 5% и тупо имитируем добавление в самих же себя. Просто эти данные перезаписываем в новый файл. Понятно, как это работает? Предположим, мы с вами записали один файл, да? Второй файл, третий файл, так? Сейчас отделим здесь, допустим, каким-то образом позиции. Этот файл, допустим, еще пока пустой. Удалили, 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 да? Тех значений, которых уже нет. Как мы с вами можем поступить? Мы вдруг понимаем, что нам пора бы как бы мусорочек-то удалить. Как бы у нас два файла мусорные, да, у которых практически нет данных. Что мы с вами берем? Мы берем все записи из индекса с данным файл.id. Файл.id, допустим, 4, 5, 6. Ключ записан, 8, 1, 42. Взяли восьмерку, прочитали отсюда. И просто записываем ее вот сюда. Удалили. Да? Единичку записали сюда, удалили. 42 записали сюда, удалили, файл кончился, открыли новый пустой файл. Это можно удалить с диска. А можно не удалять, можно просто переиспользовать. Ну, понятно, просто чтобы диск в систему не дергать, но на самом деле это несущественная оптимизация, она просто нам позволит резервировать пространство на диске. Понятно, зачем резервировать надо? Ну, то есть, если вы файл удалили, он физически не удалился, где-то там в корзине застрял, да? Ну, где-то там застрял, да? Там мы боимся, что застрявшие файлы ограничат адресное пространство. Мы просто возьмем, да и просто будем в него писать. Мы посчитаем, что он пустой, да, и просто сюда переключим стрелочку. Кстати, в некоторых базах данных именно так и делают. Например, в Oracle они под журналы файлы не создают, они заранее лацируют пространство и просто пишут по кругу. Не успели, допустим, из журнала сочетать данные, зачистить, значит, база встанет. Но, с другой стороны, они всегда себе гарантируют так, что у них есть стопроцентный резерв места. У них не будет такого, что я попытался записать файл и получил диск size, диск лимит с ричи, в чем-то таком духе. А есть еще интересный подход, но это вам расскажет, наверное, Влад на системном программировании. Это когда мы файл можем не удалять, да, есть такая специальная команда, которая позволяет файл дописывать до бесконечности и при этом в файле протыкать дырки. Ну, то есть, смотрите, это есть файл, да, у него есть адресное пространство от нуля, там, до какого-то, сколько там терабайт. Под каждым блоком файла лежит сектор на диске. Да, все знают, как диск устроен. Ну, предположим, сектор, если у нас, блин, все понимают, да? В общем, таким образом, есть способ сказать файловой системе, что эту связь нужно удалить, тогда здесь у вас будет записано 0, 0, 0, 0, 0, а этот сектор можно переназначить вот сюда, да? Таким образом, можно наш файл растить до какого угодно размера, просто зачищая пространство в его начале. Но это больше к системному программированию относится, а не к теме нашей лекции, да? И еще очень интересная вещь, которая нам дает данный подход. Вот, смотрите, сейчас мы говорили только об работе с данными по первичному ключу. Ну, то есть по тому ключу, по которому данные были созданы, да? По которому они идентифицируются. Например, номер паспорта. А можем ли мы, как вы считаете, по, допустим, той же самой структуре, BitCask, построить два индекса, где первый индекс по кею, да? А второй индекс достает из value некоторое значение и строит дерево по нему. Можно так сделать? Например, по фамилии. Но мы можем не уникальный индекс построить. Прекрасно, да? То есть, смотрите, вот эта структура позволяет нам строить вторичные индексы, да? То есть вы заносите людей в базу данных, да? А потом вы можете искать не только по номеру паспорта, а по фамилии, по имени, по возрасту. Сколько индексов вы построите, столько у вас и будет. И еще один очень интересный момент. Смотрите, если данная структура вдруг выдернут у вас электричество из компьютера, да? Говорит процессор. Что произойдет с данными? Вот если мы имеем данные конкретно дерева. Данные конкретно структуры BitCask. Правильно. Так, а теперь мы захотим, но у нас же нет индексов. Что мы можем сделать? Правильно. Мы просто возьмем наши лог-файлы, а потом 0 и файлы, и просто их проиграем в память. Да? Без записей. И мы сразу заимеем все необходимые нам индексы. Более того, мы можем добавить индекс и проиграть файл за одним числом, и получить большее количество индексов, да, чем мы хотели. Ну, скажем, не было у нас требования сортировать, искать людей по году, по дате рождения. Прибегает человек, говорит, я хочу по дате рождения. Проиграли, построили индекс. Памяти хватило, значит, мы счастливчики, красавчики. Все, у нас все работает, да? То есть здесь нет такой проблемы, как с быть деревом, или там еще с чем-то, потому что нам нужно все эти блоки перебирать, их какие-то потом сортировать, какие-то удаленные, какие-то неудаленные. И данная система, она как бы сама себе журнал. Если для LSM-дерево мы вынуждены писать журнал на диск, чтобы данные не потерять, да, то, что вот в LevelDB делается вот здесь, да, который используется для того, чтобы установить данные, которые находятся вот здесь, и не успели записаться, да, то BitCask сама по себе лог, она сама по себе, все, что в нее записано, то в ней и останется. Даже если какие-то данные в ней устаревшие, они все равно перезатрутся теми данными, которые пришли после. Ну, скажем, вы записали ключ равно 4, проиграли его, ничего страшного, через полчаса вы проиграете ключ равно 8 из этого лога, он у вас перезапишется. И у вас данные консистентны, целостны, в точном соответствии с тем, что у вас должно быть. Так, и последняя часть. Когда-то давно в Тарантуле, в проекте Тарантул у нас была своя собственная структура, свой собственный дисковый движок, да, как бы все говорят, что Тарантул — это мемори база данных. На самом деле уже нет. Тарантул умеет уже хранить данные на диске и с ними работать по тем принципам, по которым устроено, допустим, B-деревья, LSM-деревья и так далее. Был у нас такой маленький тестовый движок, назывался София. И в нем есть некая вещь, да, так называемая page-индекс, да, которая очень сильно помогает нам жить. Как это устроено? Вот смотрите, там используется классическая двухуровневая структура. То есть память-диск. Так же, как в LSM-дереве, есть некий блок в памяти, который хранится вот здесь. И есть еще один блок в памяти, о котором я сейчас расскажу, называемый page-индексом. Как она, это, София, работает? Ну, вы вставляете значения, они попадают в memory. Они попадают в memory и в val. После этого вы вставляете, вот смотри, сейчас 16, 39, 16, 85, 96. Вот они, попали на диск. Да? Записали блок с вами данных. И в page-индексе появляются min и max. Причем блок данных этот равен 1 мегабайту. Ну, например, конфигурация. То есть это тот мегабайт, который истекает из физических свойств диска. Сколько мы можем прочитать за один проход максимально? 1 мегабайт. Потому что прочитать 1 мегабайт все равно, что прочитать 100 байт. Нет никакой разницы. Дальше мы с вами записываем еще значения. Они попадают... Так, перепутанно шли, парадекс ладов. Да, здесь парадекс ладов. Сначала вот это получается, потом вот это. Записываем еще значения. Они попадают в memory. Как, допустим, мы будем искать в этом случае ключ? Здесь отсортировано, бинарным поиском поискали, да? Ищем теперь... Если здесь не нашли, идем с вами в page-индекс. Определяем ту страницу, которая может содержать наши данные. Если мы такую страницу нашли, мы за одно чтение эту страницу считаем с диск. Одним сиком по диску мы получаем наши данные. Да, здесь мы, когда эта страница уже поднята в памяти, да, 1 мегабайт, это ерунда. Прочитали, определили. Поехали дальше. Опять дампнули, опять получили еще одну страницу. Здесь нам повезло, что они идут по... А, нет, здесь они пересортировались. То есть, смотрите, мы взяли 2 мегабайтные страницы, пересортировали, получили 2 мегабайтные страницы, идущие друг за другом. То есть наш page-индекс не нарушен. Они не пересекающиеся диапазоны здесь. Пошли дальше. Пишем, 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 пересортировываем, ищем и так далее. Вот. То есть, смотрите, page-индекс это просто такая структура, которая позволяет вам писать на диск тоже маленькими блоками, да, но при этом она, скажем, смотрите, у нас есть bloom-фильтр, да. Он позволяет нам проверить, протестировать вероятность нахождения ключа в данном блоке. Но page-индекс позволит нам сузить количество bloom-фильтров, которые мы должны проверять. То есть, если min и max некой страницы на диске, да, некого файлика на диске, не входит в диапазоны того ключа, который мы ищем, то нам bloom-фильтры проверять не надо. Это понятно почему, да? То есть, если мы здесь сами ищем значение 8, да, то ни одна страница к нам не подходит. Они все больше. И нам даже bloom-фильтры не нужно дергать. Да, а если мы таки попали, да, то, ну, в принципе, чем дерево двухуровневое, как здесь, отличается от многоуровневого дерева? Тем, что у нас всегда только один скан. Если у вас многоуровневое дерево, вы должны сделать скан на каждом уровне. На первом уровне не нашли значения, на втором, на третьем, на четвертом, да. Двухуровневое дерево, оно проще, оно имеет те недостатки, что накапливается в write amplification, она быстрее на чтение. В разы. То есть, если у вас четырехуровневое дерево или одноуровневое дерево, да, четыре чтения, либо одно чтение. Плюс page-индекс. Он позволяет вам тоже сужать диапазон значения, которые вы ищете. Вот. Я думаю, что на сегодня теории хватит. Сколько у нас сейчас времени? 20-20. Прекрасно. Вот. Здесь есть небольшой список литературы, который можно посмотреть. Тоже с примерами кода, в том числе этой самой Софии. Вот. Я думаю, что домашней работой вы все справитесь. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Вот. Сроков особых нету. Я думаю, что через занятие, да, те, у кого получится, да, могут, допустим, в чате поделиться им результатом. Просто интересно посмотреть, да, какая будет у вас разница между кэш-лайк-алгоритмом, да, и тем алгоритмом, который не обращает внимания никакой на кэш. В том числе и мне, потому что я не пробовал еще. Но я верю в то, что будет хорошо, просто потому что это вписывается в ту концепцию там компьютеров, которые мы имеем. На сегодня достаточно. Вот. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.